Сейчас о переходе на цифровое вещание не говорит только ленивые. Тему активно обсуждают и чиновники, и бабушки на лавочках. На улицах Соскова мы поинтересовались у селян, готовы ли они к изменениям. Очень широко рекламируют, что переходят на цифровое вещание. Но у меня тоже уже приставочки куплены, и будем пользоваться услугами. У нас уже есть пристава эта. Есть пристава. Сын привез ее уже давно-давно, там где-то в Тульской ранче, что ли, было, или чего, я не знаю. Ну, привез в дню рождения и поставил эту приставу. Приставка работает, но вопросы у жителей до сих пор остались. Например, куда делись региональные телеканалы, и будут ли они работать после окончательного перехода на цифру. На встрече с главами сельских поселений и жителями Сосковского района на них ответил директор Орловского телецентра. Правительность комиссии по развитию телерадио вещания в настоящее время прорабатывается вопрос, проходит обсуждение по поводу включения в состав цифровых мультиплексов регионального телевидения. Это у нас первый областной. Цифровой сигнал позволит смотреть телевизор в отличном качестве, без перебоев и с хорошим звуком. Переход вообще с аналогового телевидения на цифровое вызван в принципе двумя факторами. Первое – это улучшение качества сигнала и количества каналов, которые можно передавать. Сейчас у нас по региону транслируются два мультиплекса, это 20 каналов, в которые входят, причем, естественно, федеральные каналы, крупные, серьезные, ну и хорошие каналы, которые, имеется в виду, уже связаны с художественными фильмами, с различным культурным обогащением и так далее. Напомним, все вопросы о переходе на цифровое ТВ вы можете задать по номеру федеральной горячей линии 8 800 220 20 02. В начале апреля запустили и региональный номер 59 99 70. Юлия Сабинникова, Артем Ревудский, телеканал Первый областной.